на территориях невыносимые условия для противника. Именно так действовали древние скифы против вторгшихся на их земли войск персидского царя Дария. В директиве номер П-509 партийным и советским организациям при фронтовых областях 29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКПП требовали, при вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Собственно, я и сам мог бы привести эту цитату и другие подобные, не ссылаясь на чью-то научную работу. Мне, как и другим детям войны, все это известно с малых лет, ведь не только в служебной директиве под номером, но и в речи Ивы Сталина по радио 3 июля 1941 года говорилось о том же создавать на оккупированных территориях невыносимые условия захватчикам. Вот только я не знал, что это, воспринимавшиеся всеми нами как совершенно необходимое и правомерное, оказывается, скифская тактика. Как же воспринимать теперь появление и утверждение такого термину? Автор просто демонстрирует свою глубинную историческую осведомленность или все же есть тут и некий оценочный оттенок? В самом деле, скифы по расхожему примелькавшемуся восприятию – это дикари. Неспроста Александр Блок, когда кипело в нем оскорбленное национальное чувство русского человека, с вызовом написал «Да, скифы – мы. Да, азиаты – мы». Лицемерие и фальши цивилизованных с Запада бросал он вызов. Эти цивилизованные не раз являлись к нам. Всегда под предлогом благих намерений, но ведь волки были в овечьей шкуре. И что же, хлебом с солью их встречать? Никаких невыносимых условий. Наполеон хлебу, соли и ключей от Москвы не дождался. Сожгли русские Москву, чтобы скорее выкурить отсюда высокомерного завоевателя. И хотя поджигателей расстреливали десятками и сотнями, не помогло. А градоначальник первопрестольной русской столицы Ростопчин и свое имение жег, чтобы не могли тут захватчики с комфортом расположиться. Выходит, как скифы вели себя русские в 1812-м, не проявив гостеприимства к цивилизованным пришельцам. Замерзающие французские вояки, не находившие теплого приюта в русских деревнях, стали одним из символов той войны. Достаточно вспомнить впечатляющие картины из серии знаменитого художника-баталиста Василия Верещагина. А пришельцы года 1941-го, тоже цивилизованные, были еще более опасными. Они явились с целью не просто покорить, а уничтожить эту страну и этот народ. Ковры расстелить перед ними? Нет, создавать именно невыносимые условия. По час при этом приходилось идти на самые крайние меры, особенно в наиболее критические моменты войны. Приказ Ставки Верховного Головнокомандования номер 0428, о котором мы начали говорить, появился именно в такой момент, 17 ноября 1941-го. Столица под угрозой захвата, борьба не на жизнь, а на смерть. Вот и ставилась в этом приказе задача лишить германскую армию возможность располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом. В этих целях приказывалось разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в телу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Надо прямо сказать, приказ в том виде, как он сформулирован, далеко не полностью был выполнен. Причины. Во-первых, все населенные пункты и все помещения уничтожить было невозможно. Да и никто, я думаю, на такое не рассчитывал, в приказе главным образом определялась направленность действий. А во-вторых, очень скоро, буквально через неполные три недели, начнется контрнаступление под Москвой, и советские войска гитлеровцев от столицы отбросят. Но совершенно очевидно, что прежде всего приказ тот, когда появился, имел в виду прифронтовое зимнее Подмосковье, а с освобождением его становился уже не столь актуальным. Нет сведений, чтобы где-то сильно пострадали в результате наши жители. Однако шум вокруг бесчеловечного приказа продолжается. И при этом молодежь зачастую понятия не имеет, что несли фашистские захватчики населению тех областей, которые захватывали. Скажем, на территории Смоленской области они сожгли более 5000 деревень, причем около 300 из них, вместе с жителями. Загоняли в сарай или в самую большую избу всех оставшихся стариков, женщин, детей, заколачивали двери, и поджигали. Если же кто чудом вырывался из пламени, попадал под очереди автоматчиков, окружавших место массовой огненной казни. Так, сразу 340 человек сгорели заживо в деревне Борьбановая. А сколько было таких деревень на всех оккупированных территориях? Есть данные, которые свидетельствуют, наших мирных жителей во время войны загублено фашистами вдвое больше, чем погибло военнослужащих. Но об этом нынешние профессиональные гуманисты предпочитают молчать. Зато уж про участие Изои Космодемьянской в осуществлении бесчеловечного сталинского приказа кричат на всех углах. Кто же после этого, спрашивается, по-настоящему бесчеловечен? Фашистское варварство на земле Подмосковья О каком гуманизме и какой цивилизованности фашистских захватчиков можно было говорить после того, чему свидетелями стали советские люди на оккупированных гитлеровцами территориях? Кровь и смерть, слезы и муки мирных жителей, бесчисленные разрушения и пожарища, уничтожение бесценных памятников культуры, дорогих сердцу нашего народа, вот что несли фашисты стране, куда они явились устанавливать свой новый порядок. Что ж, для этих европейцев русские, советские были недочеловеками. С ними предписывалась нецеремониться. Им уготована была либо гибель, либо участь рабов. Вот и на земле Подмосковья, где гитлеровцам удалось похозяйничать совсем недолго, они оставили чудовищный варварский след. Повсюду, освобождая с боями города, села, деревни, красноармейцы видели жуткие картины фашистских бесчинств. Тысячи женщин, детей и стариков были умершвлены или лишены крова. А на недавних городских и сельских улицах вместо домов зачастую возвышались лишь островы печей до горы развалин.